добрый день я хочу сделать небольшую запись для тех людей которые от очиститься и хотят голодать хотят не болеть я немножко скажу о себе я не какой-то учитель не какой-то маг волшебник и я вообще совершенно норме и не статистическое к сожалению норме я хочу сказать что у меня был опыт голодания в юности я помню что я три дня голодала на сухую и я была такая она энергии вообще счастье и так далее я думаю что люди должны жить я вообще на тот момент помню прибежала к своим знакомым и сказала что теперь я буду делать только спортивную одежду то что я художник-медельер только спортивную одежду потому что только так должны одеваться люди и пребывать в состоянии вот не единия и у меня было такое озарение но вообще много у меня было период юности разных откровений но потом я приступила опять к голоданию ежедневные еженедельному раз в неделю 36 часов начала два года назад три года назад и хочу сказать что проблема со здоровьем которые у меня были они вообще еще не была одна проблема даже бронхит повторялся у меня вообще дошло до того что каждые две недели потому что мне казалось что это климат морской там все что угодно оказывается это было просто зашлакованность организма потому что я в общем то всю жизнь не живу на фруктах и салатах но период моего материнства вскармливание я налегла очень сильно на молочку сыры вот потому что хотелось чтобы молоко у меня было жирное и поэтому по итогу когда . подросла но я себя вообще ощутила совершенно здоровой и плюс ко всему у меня нашли мне сделать такой диагноз я посетила россию там нас очень серьезные врачи я сходила как нормально на обследование мне сказали такой диагноз а если если что то уже можно попрощаться я сказала нет я вообще не согласна я буду действовать вот эта энергия которую видите сейчас на экране на энергии шакти которая во мне проснулась лет больше десяти лет назад она всегда присутствовала в моей жизни потом эта энергия долине наконец-то поднялась ног до головы и теперь вся моя йога это конечный танец и я хочу сказать что я практикала я сказала все я буду голодать я буду вот эту практику делать мою практику на исцеление я себе дала три месяца я себе сказала все и месяца я посвящаю себе я буду каждый день массой так она и была я занималась при луне я занималась на рассвете то есть я постоянно была в этом состоянии и через три месяца я поехала тел из франции им мне сказали их центрах серьезных ничего нет что вы делали ничего не делал я занималась йогой и благо нужном центре попалась мне хороший доктор а я беру я тоже я думаю что это хари спасибо чтобы ко мне с доверием относитесь и речь сейчас не о том а о том что ведь мы такие люди когда у нас все хорошо мы забываем надо бы всегда держаться линии да вот уже у города я запросила опять голодание а еще хочу вам сказать вы обязательно посмотрите про свойства это тело потому что чистотел на стойке вот посмотрите внимательно пройти чистотел он реально лечит организм к нему посерьезнее это такая трава это вообще божественную ищу ее здесь в италии ночь олях таскане и и и вот возвращаясь к здоровью вдруг заболела ну заболела то есть простыла уже день третий день у меня такая простуда который меня не было я забыла уже обо всяких этих франхитах простудах ничего вообще не было все эти года пока я голодала вот и тут я себе сказала все еще знаете кого я увидела я увидела она а северного покажу давайте уходят сразу вот этот вот человек я нец то есть живет на одном энергии энергии на своей который сам и я когда его увидела у меня что-то вера уверенность и желание соединиться сама с собой такое желание своего естества я себе сказала если есть такие люди как которые вообще я смогу я смогу хотя бы один день и потому что сложно вернуться знаете вот сложно вот этот момент что потом готовишь постоянно есть семья готовишь не можешь абстрагироваться совсем но я помню когда я полгода назад еще голодала то это нормально ты готовишь и все отключаешься и вот виктор тревиана мне очень помогла своей вот этой вот нежной пустотой который транслирует но пустотой такой истинный никак другие там наеда а ты а это здесь даже нет духовная сторона вопроса очень его и источник и чего мы ищем то в итоге мы же не только ищем здоровье да когда мы здоровым и счастливы но мы ищем сами себя и вот в моменты голодания вот как сейчас я вижу все мы прям откровение то есть моменты которые ты считаешь негативными в процессе когда слегка и когда в таком аскетизме ты слышишь голос и он тебе говорит нет плохого есть только то есть если даже тебе плохо да например моя болезнь это плохо но это путь к тому чтобы я начала по-новому голодать вот и хочу сказать хочу сказать не только этот человек обязательно если вы хотите голодать если вы хотите оздоравливать если вы хотите иметь свежую голову как будто бы вы в детстве и рассуждать и не смотреть на жизнь ими глазами а вы пожалуйста пройдите также первый шаг у анны руш руш ты покажешь а а а а а а а а шаг эти вот ребята опасно я попала но я к ним попала когда я уже голодала и я уже голодала как они говорят на пране а они получается да мне очень помогает на пране то есть когда вообще без воды я занималась 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 во время холода и занималась йогой вот это шакти в какой-то момент я поняла что я не пью не хочу пить то же самое сейчас со мной происходит сегодня 3 часов я не пью не вот очистительные всякие надо делать легко к этому надо относиться это просто надо делать пока вы не совсем чистый сосуд такой как ребята или трубиана вот и еще один момент и вот когда я это все практиковала практиковала я вдруг поняла что надышавшись солнцем связь с а сферой нет вообще никакого это мысли иди я даже вот сегодня встала и поэтому я пойду на второй день я просто хочу еще потому что я хочу вот это я не его еще светлого состояния какого-то ну и потом я хочу посмотреть я хочу вообще добиться того чтобы мне насморк которыми со мной случился он прошел я не хочу его больше в своей жизни значит это вот из которой нарабатывается там было рождество потом пасха много кожаных булочек вот вот такое случается я не идеальная но у меня такое состояние я вот думаю что проект на самом деле не нуждается как бы было если бы не пространство будем говорить про на шахте просто верю что это возможно и так как вот я верю и я не думаю что это так сложно потому что ты находишься в таком кайфе думаешь а что сложного то сложно это сейчас идти напухаться там еды готовить надо потом надо убираться надо покупать все масса вещей которые надо а по итогу что только с только вкус и чувств и все остальное проблемы это не совсем рассудочные вещи это дано жизни но но виктор труби она говорит что она все я верю в это я очень откликается во мне потому что я говорю в юности я жила на такой аскезе мои родители на севере я учил и как-то вот что-то у меня вообще не было денег быть такой был период или я не спрашивала но в общем что-то такое было что я жила в квартире своей и у меня я ходила дышу подышу булочками около кондитерс там ванильный такой запах советский я там подышу постою подышу и все я как будто бы наелась этих булочек ну так вот я жила в общем то у меня такая аскеза у меня была очень длительная и в тот момент конечно меня у меня самадхи у меня каждый ходил из тела и тогда я почувствую нас другим в руках ногах и в голове с тех пор я задалась задачей почему же только . а как же в теле в теле же она тоже должна наконец моя с йогой актив пошло кстати говоря я вам еще одного человека посоветую двух вернее найду ну ну и классные они вот они немножко экстремалы они конечно немножко ку-ку но они меня поймут экстремалы вот ну я благодарна им потому что я пришла вообще ничего не знала моя моя лучшая подруга меня туда заслала то есть у меня было три дня между моим бизнесом и отлетом из Москвы в Милан и я попала к ним на семинар она мне сказала тебе надо иди я пошла и с тех пор вот у меня кундалини вообще целость и богу моя практика приобрела новое значение и меня и вообще новый этап для меня больше не существует каких классических штанг там так далее это сплошной танец энергия я очень счастлива спасибо вам ребята спасибо спасибо потому что это конечно для многих наверное это вообще операция на мозг и на на все на все но в моем случае поскольку я вообще ничего не ожидала я не знала куда я пришла мне просто сказали надо идти и сразу же у меня все открылось и это было шикарно это было просто моего рождения 2 потому что это целительная энергия которая ну конечно надо ребята ее хорошо открывают я надеюсь они сейчас и уже дают путь человек эту энергию структурировал потому что поначалу она очень бешеная кстати посмотрите вот это мое видео сейчас вернемся опыт открытия кундалини и вот и вот сейчас немножко ну и как это надо сделать ну в общем называется личный опыт открытия кундалини это дело где я рассказываю вот немножко давайте я ну более очищенную спокойно не так она бьется нет а тогда еще я я там рассказываю я рассказываю как со мной это произошло вот этот опыт открытия кундалини это реальная если меня видеть было в тот момент это реально можно было подумать что я сошла с ума но как видите я в норме с ясным рассудком хочу вам пожелать более стой скорой свободный путь к себе чтобы ваше здоровье было хорошо не забывайте голодать практикуйте практики энергетические духовные чтобы прийти к своей сути я вот очень люблю Христа и он говорил что царствие небесное внутри вас есть в нашем сердце открыв сердце вот эти энергетические практики дальше вы уже имеете своего собственного божественную энергию которая вас наполняет и поэтому сегодня в 6 часов утра я встала занималась ногой у меня на газончике и и знаете такое объединение с небом со всем с природой наполнение идет это и есть все знания к тебе я вот знаю что я буду в городе изо всяких там подготовок потому что говорят надо сначала овощи потом платики соки воде потом ничего я кушала потом раз остановилась увидела Виктора Трувяна а кстати говоря еще хочу одного человека это сандар сандар александр прости меня на связи я забыл фамилию очень крутой человек у меня александр александр человек он просто когда два года назад песни не будем читать болезни это просто был такой фигнал человек герой спасибо вот старухи вам удачи вам пишите мне лайк возможно пишите мне если есть какие-то а вы станете